Бийские депутаты поспорили о судьбе будущего Ледового дворца. 30 октября на очередной сессии администрация Бийска озвучила планы по строительству спортивных объектов в городе в ближайшие годы. Среди них оказался и Ледовый дворец, о возведении которого власти Бийска говорят уже 6 лет. Однако местоположение будущего спортивного объекта вызвало жаркие споры среди народных избранников, сообщает Банкфакс. Изначально под его строительство была отведена площадка в районе Зеленого клина на пустыре, но городское руководство заявило, что видит его новое место на территории стадиона Прогресс, который планируется выкупить в собственность. Некоторые депутаты решением оказались недовольны, потому что все спортивные объекты в таком случае в Бийске будут сосредоточены в одном месте. Ледовый дворец предложил депутат можно построить в районе Зеленого клина. Какие еще варианты предлагали – полная дискуссия на сайте Банкфакс. Какой будет погода в праздничные ноябрьские выходные, выяснили корреспонденты «Комсомольской правды» на Алтае. В субботу, 3 ноября, снег в Барнауле будет сыпать в течение всего дня. Ночью температура опустится до минус трех, а днем поднимется всего лишь на градус, и все это будет сопровождаться порывистым ветром. В ночь на воскресенье, 4 ноября, похолодает до минус шести. Днем температура поднимется до трех морозов. На улице ожидается спокойная погода и легкий снежок. В понедельник, 5 ноября, ночью температура опустится до минус пяти, и будет снег. День хорошо бы подошел для прогулок, если бы вновь не порывистый ветер. Музейные сумерки ждут Бийск 4 ноября. Ежегодная акция «Ночь искусств» проходит в России в шестой раз. Бийский краеведческий музей присоединяется, его сотрудники ждут посетителей с 17 до 21 часа в стенах Осановского особняка. Об этом сообщает Бийский рабочий. Обещают, интересно будет всем.